Америка 20-е годы. Сухой закон и естественно подпольные питейные заведения, куда пускают только своих. Гангстеры, бутлегеры, азартные игры, джазы и блондинки. Впрочем, закрытые клубы устроены с большой выдумкой. Например, один. Сверху расположилось солидное похоронное бюро, а в подвале бушует кабак, в котором льется рекой виски, а в покер, блэкджек и рулетку проматывается огромное состояние. Гениальный фильм «Джази только девушки» похоже вновь становится Библией. На сей раз для владельцев игорных заведений. Наших, потому что никто из них не хочет терять такой лакомый кусок. Столичное казино вроде бы доживает считанные недели. Федеральная налоговая служба готова к бою, но при этом игорные короли сидят тихо и особо не нервничают. Только дотошные журналисты пытаются докопаться до истины. Интересно, куда все это денется в конце июня? Неудобные вопросы задавал Анатолий Сулейманов. В конце прошлой недели все казино и игровые залы получили похоронки. Уведомление о необходимости прекратить до конца июня азартные игры и сняться с налогового учета, чтобы избежать ликвидации через суд. Так когда же из игорных заведений ногами вперед начнут выносить однорухых бандитов? Выяснять мы начали прямо за игрой. Двери азарта по-прежнему пугающе гостеприимны. Залы полны. Музыка громкая, персонал приветлив. Делайте ставки, господа. Что-то впереди. У вас еще много. Так закроется же уже все. У нас первый июня. Ну да, а потом что? Все уже? Да, нам не докладывают еще. Не увольняют вас, а чем? Пока нет. О планах сегодня ничего не говорят и наверху игорного бизнеса. Последние пару недель владельцы азартных империй просто как воды в рот набрали. Комментарий давайте, никаких не будут. А ведь дату выселения определили три года назад. Да и еще в апреле все с удовольствием строили планы. Неужели действительно конец? Отечественный шоу-бизнес уже в отчаянии. Казино всегда нас вручали там, это как, на карманные расходы. То есть как бы, и для меня это как, знаете, всегда было как новый номер показать. Попробовать его на публике. Это все рядом, никуда я из дома выехал, приехал. Как правило в казино хороший свет, хороший звук, приятная публика. Конечно, мне грустно. Есть от чего загрустить. Заработок легкий, наличные приятные, налоги с них редко кто платит. Поэтому и предложения поп-звезды понятны. Перенести куда-нибудь в Тулу, в конце концов. Сильно в машину отыграли, попели и вернулись обратно. А вот за такую инициативу жители Тулы сами кого хочешь куда угодно отправят. До недавнего времени Тульская область была в лидерах по количеству игорных клубов. Здесь считают, что уже достаточно натерпелись. Пора завязывать. Причин на самом деле было достаточно много. Во-первых, практически все игровые клубы и горные дома работали с нарушениями. В 90% случаях автоматы заточены на то, что никакого выигрыша вам вообще не светит. И это касательно тех маленьких игровых клубов, которые находятся возле метро и возле вузов. И также больших заведений. Народ восстал против азарта. И хотя гнев вызывали в основном залы игровых автоматов, под раздачу попали все. Решили пойти по мировому пути. И в 2006-м приняли закон о выселении игорного бизнеса из городов и сел. Определили четыре зоны, где должны расцвести российские Лас-Вегасы. Человек должен быть обеспеченным. Человек должен иметь деньги на билет. Доехать туда, жить в Калининграде или жить на Кубани, смотря куда он поедет играть. И уже явно не на последние деньги делать ставки и играть. Но козырные тузы строятся на пустырях не спешили. Дорого. А окупятся затраты не скоро. Не любят у нас долгих денег. Зато многие с удовольствием берут быстрые наличные. И обычно это решает любые проблемы. Как-то очень уверенно все сразу говорили. Не успеем, не получится. А тут еще кризис. И нельзя лишать народ рабочих мест. В конце концов переезжать просто некуда. Государство коммуникации не провело. Короче, надо переносить не казино, а сроки переезда. Ну, я вам честно скажу, вот здесь, в комитете, мы давление горного лобби не ощущаем. Ну, я думаю, что во многом это связано с тем, что решение это совместное. И в этом решении много субъектов, которые его принимали. То есть оно назревшее. Но я подозреваю, что такого рода давление существует. И есть и обращения, есть и предложения и в правительство, и в администрацию президента. На общественное мнение тоже не забывали давить. И забастовками угрожали, от которых региональные бюджеты рухнут. И крупье на улицу выводили. Мол, увидите, что такое безработица. Вообще, игорный бизнес сам по себе не является сильно насыщенной с точки зрения рабочими местами. Мы понимаем, что даже офисы имеют коэффициент наполнения с точки зрения рабочих мест в 5-10 раз больше. Просто если там будут офисы, если там будут какие-то клубы, какие-то рестораны, тоже коэффициенты наполнения будут значительно больше. К переезду и закрытию настолько явно не готовились, что все поверили, сроки точно перенесут. А 6 мая точку в игорном деле поставил президент. Закон вступит в силу, лоббировать бесполезно. Похоже, это стало неожиданностью для руководителей азарта. Вот с тех пор воды в рот и набрали. Неизвестно, что теперь будет через месяц. Российские предприниматели, которые на самом деле открывали в 90-е годы эти игровые дома, у них очень гибкий мозг, и они наверняка будут искать какие-то лазейки в новом законодательстве. По нашей версии, российские игровые воротилы всерьез рассматривают несколько способов для продвижения своего бизнеса в обход закона. Итак, встречайте во всех регионах России. Первый способ виртуальный. Часть бизнесменов готовится сменить вывеску. Теперь это будет называться интернет-кафе. Компьютеры встанут на место одноруких бандитов. Но вот суть не изменится. Специальные программы не дадут забыть про их посудачи. Игроки продолжат играть в сети и в рулетку, и на автоматах. А все это оборудование будет реально находиться где-нибудь на багамах. А с дельцов какой спрос? Руководители при проверке этих заведений ссылаются на то, что сами организаторы игр находятся вне игрового клуба. Соответственно, вся работа и организация по деятельности этого клуба происходит якобы на стороне. Здесь продается лишь возможность доступа в интернет-сети. А игра происходит таким же образом, как и в обычном игровом клубе. Второй способ – лотерейный. Эту схему козырные тузы тоже планируют запустить в стране со дня на день. Прикрываясь проведением розыгрыша, посетителей будут приглашать для игры на якобы специальном лотерейном аппарате. На самом деле используют игровые автоматы, которые переделаны из обычных автоматов, которые используются в настоящее время. И здесь тоже ответственности никакой. В общем-то, лотерея разрешена законом. Лотерея, как деятельность, стимулирующая развитие того или иного вида спорта, либо каких-то социальных проектов, она будет, ну, я не знаю, не прессоваться, это нехорошее слово, но тем не менее подвергаться определенным гонениям в связи с тем, что какая-то часть предпринимателей захочет их использовать для организации азартных игр. Тут необходима очень четкая градация, пока ее, к сожалению, на законодательном уровне нет. Третья уловка – покер, который тоже на грани. Не так давно эту карточную игру в нашей стране признали видом спорта. По телевизору и в газетах замелькали сообщения о покерных турнирах, их победителях, выигранных суммах. В итоге за полгода игра буквально захватила обе столицы России. Знающие люди понимали – это игровой бизнес соломку стелит. С 1 июля закрываются все игорные заведения по Москве. Ну и это альтернатива азартным людям, которые играют, которые любят проводить время в игорных заведениях. Так будут проходить в покерных турнирах, участвуют в покерные дома. Я думаю, что все казино у нас переделываются под именно техасский покер. О существовании покера Сергей сам узнал только полгода назад, но уже устраивает турниры. В основном среди знакомых студентов. Ничего сложного – несколько столов, фишки, карты. Выигрывает тот, у кого самая удачная комбинация. Обычно в покер играют на деньги, но в России это запрещено законом. Поэтому играть приходится в разрешенный спортивный покер, то есть на фишки или фактически на интерес. Конечно, такой стимул далеко не каждого студента устроит, не то что казино. У этих другой интерес – привлечь клиентов для игры в покер на деньги и получать проценты с каждого стола. Схемы для обхода закона уже придуманы. Нет, это же не спорт, это не может быть. Просто покерные клубы это рекламируют как тренировочная игра, то есть как будто вы тренируетесь, давая деньги в залог. Те же фишки, только в профиль. Но в любом случае на покере так не озолотишься. Старую добрую рулетку не заменит ни интернет, ни лотерея. Поэтому, похоже, часть казино все-таки перепрофилируется под клубы-рестораны, часть уйдет в подполье на рублевские дачи, кто-то разорится и, наконец, найдутся желающие осваивать Кубанские степи и Приморское побережье. КАЗИНО